ну что ж приступим к работе значит запускаем visual studio выбираем создать проект выбираем visual c-sharp windows приложение windows forms будьте внимательны по умолчанию может быть выбран visual basic дальше задаем имя угадаем мелодия мелодию гвс мелодии конечно может назвать по-другому это не обязательно это неважно расположение задаете если нужно другое расположение уже выбрано ими решения в общем на первых порах лучше не менять смысла нет дальше нажимаем ok создается форма запускаем убеждаем что наша форма работает форма с которыми как бы начнем работу форма это некоторый класс который вот у нас располагается в файле его описание или даже точнее в нескольких файлах один файл будем мы сами записывать другие файлы за нас создал c-sharp и мы в них влазить не будем на этих уроках значит первым делом выбираем форму и ее свойства с правой стороны окно свойств если у кого-то нет щелкаем правой кнопкой вот выбираем свойства зададим заголовок окна это свойство текст назовем его тут угадай мелодию далее переменуем нашу саму форму чтобы мы как-то более осмысленный вид мил но это главная форма с которой на все будет начинаться поэтому я часто называю тут так вот f в начале это форма означает омайн ну главное основная наша форма когда мы это сделали также переименовались в тексте программы название нашего класса я это демонстрировать сейчас не буду можете сами заглянуть убедиться так далее давайте мы прибавим сделаем и сразу же покрасивее ну и первым делом самое простое это иконку вот у любой формы есть такая иконка ну скорее всего любой форма такое свойство иконка да так щелкаем сюда вот и где-то не на рабочем столе так картинки рабочий стол файлы специально приготовил ну вот есть иконка будет пускай будет такая вот иконка открыть ну вот она у нас поменялась теперь у нас красивенько когда мы будем запускать приложение у нас тоже вот иконка будет снизу отображаться файлы к можно легко найти в интернете просто пишите иконки как музыкальные иконки и файлы с расширением и коморта их оттуда скачать ибо можно взять любую картинку и конвертирует формат и к главное у нее размеры должны быть ну так что разные бывают форматы но то это иконочки размер 128 на 128 пикселей это примерно в такой вот размер надо укладываться а тут он уже самого пережмет так следующем давайте мы зададим какую-нибудь картинку до нашей формы значит выбираем форму картинки можно разными способами накладывать я использую background image вот этот способ находить свойства background image и давайте мы импортируем картинки сразу же файлы ресурсов то есть они перенесутся в наш проект вот я последний раз иконку выбирал из моих файлов они здесь поэтому и появились вот какие-то картиночки там подготовил что что даже тренировался нам подойдет что ряд на картинка на и сюда заброшу несколько этих картинок и вот различные как бы фоны у меня здесь появились нот выберем 3d music вот такую вот картинку нажимаем окей вот у меня он появился следующем что мы сделаем давайте добавим сюда несколько элементов элементы кнопка кнопка button еще один button еще один вот он выделю из клавиши shift зажатой и вместе мы их можем таким вот образом растянуть да они будут нас одинакового размера вот и за одну мы сразу же пока не все вместе выделены можем задать их шрифт ну скажем как 22 слишком большой или принципе можно их немножко растянуть в общество раз у нас на здесь кроме этих кнопок ничего толком то больше и не будет так теперь давайте мы их зададим свойства кнопкам значит текст 1 это будет непосредственно сама игра игра и есть зададим название просто игра button play button play пускай будет так играть у второй кнопочки зададим имя button это будут настройки параметры да парам будут парамма или парамс неважно а свойства текст мы зададим настройки настройки ну и последняя кнопочка будет выход 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 и свойства имя name зададим button button excite так ну и сегодня давайте мы сделаем только обработчик для кнопки выход нажимаем выход два раза создался обработчик так лишнее и здесь просто говорим что нужно мы обращаемся к нашей форме такое вот слово this к нашему как бы объекту с которым будем работать так это и там есть такой метод close закрытие эту форму запускаем выход все работает так поехали дальше